Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много значимых релизов, которые мы ждали, которые точно станут источником серьезных движений американского доллара и, соответственно, делаем вывод всего валютного рынка. Сегодня мы будем анализировать данные по американскому рынку труда. В 13.15 по GMT выйдет отчет ADP. Это репетиция перед нонфармами, которые также заготовлены в рамках этой недели и ожидают нас в эту пятницу. В 14.45 по GMT сегодня состоится заседание Банка Канады, будет опубликовано решение по ключевой процентной ставке и, соответственно, пройдет еще и пресс-конференции. Канадский доллар уже давно в нашем портфеле. Мы продали этот инструмент против американского доллара, соответственно, купили пару доллар-канадец. Сейчас котировки очень близко к уровню 1.36, но это пока еще не наш целевой ориентир. Как я уже ранее отмечал, учитывая то, что заседание Банка Канады – это значимое событие для канадской валюты, даже просто эффекта повышенной платильности в моменте этого события может оказаться достаточно, чтобы мы оказались рядом с целевым ориентиром. И в 15.00 по GMT сегодня состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула в Конгрессе. Это первый день выступления. Конечно же, его речь будет связана с проводимой денежно-кредитной политикой, поэтому мы можем ее заранее интерпретировать как фактические пресс-конференции после заседания Федрезерва. Ну, эффект примерно будет такой же. Поэтому, если вы соскучились по мощным движениям доллара, сегодня американская валюта точно не сможет остаться равнодушной к тому, что скажет Паул, потому что это первое выступление Паула после выхода данных по инфляции, после выхода отчета ПСИ, то есть индикаторов, которые подсветили нам о сохранении серьезных инфляционных рисков американской экономики и, соответственно, убедили не только, я надеюсь, нас, но и в том числе многих ответственных лиц американского регулятора, которые фактически принимают решение по ключевой процентной ставке, что рано еще отказываться от той политики, которая проводится. А это политика высоких процентных ставок. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 103.73. Можем сказать, что ситуация также не изменилась с момента анонса того уровня, на котором индекс доллара находился в начале недели, потому что трейдеры ждут вот эти вот новостные катализаторы. Сегодня они уже начнут появляться. Вчера, кстати, вышел отчет по активности в сфере услуг АСМ. Значение оказалось хуже, чем ожидали эксперты, по сути, снижение с 53,4 до 52,6. Но еще раз хочу отметить, что индекс держится уверенно выше 50 пунктов, то есть находится в зоне роста. И здесь не нужно искать какой-то негатив и говорить о том, что все плохо. И не замаячило ли в перспективе для американской экономики ситуация, при которой о мягкой посадке уже не придется говорить. Нет, один отчет особо никакой роли не играет, тем более тогда, когда речь идет о индексе, который держится выше 50 пунктов. По данным инструментов AdWatch Tool, рынок по-прежнему закладывается под вероятное снижение процентной ставки, которая возможна в июне. Сейчас эта вероятность оценивается в 57%. Но я думаю, что, скорее всего, будет уже июль. Что касается сегодняшнего отчета по EDP, мы ждем, так же, как и все аналитики, те, кто анализирует события, просто участники рынка, сильный отчет. По прогнозу, общее количество новых рабочих мест в прошлом месяце составило 150 тысяч. Особенно он сильный, если сравнивать с показателем двухмесячной давности, когда прирост составил 107 тысяч. Чем лучше будут данные по американскому рынку труда, тем больше будет светиться того, что рынок труда продолжит разгонять инфляцию. И опять же, приходим к тому, что у американского регулятора будет больше оснований не торопиться со снижением ключевой процентной ставки. Я оптимист по-прежнему в отношении доллара. Если не сегодняшний отчет по EDP, если не выступление Пауэлла в Конгрессе, то, по крайней мере, останется еще один козырь non-farm perils в конце этой недели. Это событие, отчеты, которые могут вернуть на рынок покупатели. Золото 2127 долларов за тройскую пункцию. Напоминаю, что сегодня точно будут серьезные движения по доллару. Доконность американских облигаций в преддверии выступления Пауэлла начинает подрастать, и сейчас уже 4,15%. Сантимент тоже меняется. Буквально несколько часов назад был перекос уже 40-60. Да, большинство остается в коротких позициях. Но это уже не такие значения, как были в тот момент, когда золото обновляло пиковые многомесячные максимумы, когда распределение покупок и продаж было 28. Сейчас другие цифры. И я рекомендую, друзья, все-таки, если вы находитесь в длинных позициях по золоту, сейчас уже принимать решение, стоит ли игра свеч, нужно ли ждать какие-то новые максимумы, когда велик риск коллекционного отката. И если вы все-таки придете к выводу, что максимум движения уже был показан, по крайней мере, в текущей волне роста, наверное, лучше уже занять выжидательную позицию, посмотреть за тем, как рынок Форекс переживет вообще текущую неделю, учитывая те события, которые я назвал. Доллар канадец 1.3582 уже прокомментировал, что сегодня в центре внимания трейдеров заседание Банка Канады ставку оставят на прежнем уровне. Но, учитывая тот контраст по макроэкономическим отчетам, начиная от инфляции и заканчивая показателем ВВП, если сравнивать Канаду и американскую экономику, да, 100% канадский регулятор гораздо раньше перейдет к смягчению экономической политики. И я рассчитываю, так же, как рассчитываю, на определенный мягкий сигнал от Европейского Центрального Банка, что такие же будут посылы вброшены в рынок и со стороны руководства канадского регулятора. По этому цели 1.36 вполне реальна. Австралиец против доллара 0.6518. Здесь хочу обозначить два фундаментальных риска. Во-первых, это данные по Китаю, которые несколько расчаровали последний отчет по индексу активности в сфере услуг. И потом статистика по ВВП Австралии. Буквально несколько часов назад она вышла. Показатели ВВП в четвертом квартале рос на 0,2%. Прогноз предполагал, что повышение будет 0,3%. И в годовом выражении показатель снизился с 2,1% до 1,5%. Также напоминаю, что Резервный банк Австралии, учитывая прогресс и унижение инфляции, тоже может опередить фидеризировав в вопросе смягчения экономической политики. И, наверное, в таких условиях лучше попытаться найти негативные аспекты, которые могут стать причиной развития нисходящей динамики и возвращения пары Австралии с против доллара ниже отметки 0.64. Биткоин 66 тысяч. Коррекция после обновления исторических максимумов тоже вполне нормальное и логичное явление. Очень интересно, друзья, как вы относитесь к биткоину сейчас после тех движений, которые были показаны в последние часы. Держите ли вы длинные позиции, либо уверены то, что теперь биткоин снова пойдет на какие-то локальные уровни поддержки, которые находятся существенно ниже. Доллар иена 149.85. Все так же длинные позиции в приоритете. Индекс активности в сфере услуга показал незначительное снижение с 53,1 до 52,9. А вот композитный индекс, который объединяет и промышленность и сферу услуг, прям уже начинает граничить с уровнем 50.6. Сейчас, а два месяца назад значение было 51,5. Я думаю, что слабеющий сектор промышленности и сферы услуг все-таки должны убедить банки по ним не отказываться в текущих условиях от стимулирующей экономической политики. И рынок нефти 82.20 текущей котировки. Я все еще за продажи. Опять же, данные по Американскому институту нефти по запасам указали на то, что запасы на прошлой неделе выросли снова на 400 тысяч баррелей. Сегодня ждем официальную статистику от администрации энергетической информации. Скорее всего, запасы также будут со знаком плюс. Поэтому давление в приоритете на котировки бренды WTI и цель прежнее – снижение ниже 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!